Начнем со знакомства, конечно же, как всегда. Вдруг еще с кем-то мы не знакомы. Приятно с вами познакомиться. Меня зовут Юлия Ехмидер, мой муж Артем, вы видите на фото. Мы имеем семейный бизнес, трудимся вместе, и это очень приятно, когда одна семья в одном деле, одни мысли, одно направление, один вектор развития. Вы знаете, в нашем бизнесе не только мы с мужем, но еще и Наталья Ехмидер, мама Артема, мой папа Геннадий Загридинов тоже зарегистрирован, является активным пользователем. Также есть еще двоюродные сестра, старший менеджер Настя Ехмидер, есть еще родственники Ольга Ехмидер, которая вышла с недавно 9%. То есть вот такой семейный клан у нас уже. Все больше и больше приходит наш клан родственников. Это о чем говорит? О том, что, конечно же, бизнес очень честный, красивый, достойный, и сюда стоит приглашать своих знакомых и родных ребят. Кто еще... Так, ребят, ни у кого не висит, все хорошо. Кто еще не дозрел до этого шага, ну, на уровне менеджера я считаю, что уже пора. Пора дозреть и открыть эти возможности самым близким, самым родным, а кому же еще вы хотите добра, как не близким. Могу сказать о наших результатах так. За последние два года, правильно сказать, за крайние два года, 2014-2015 года, в первом уровне у нас с Артемом появилось новых 6 директорских групп. За последний год, 2015-й только, в целом в команде увеличилось количество партнеров уровня 22% в три раза. Январь 2014 года 40 человек такого уровня, и январь 2015 года 120 человек. Ровно в три раза. Это ваша работа, это ваши сослуги. Спасибо вам, друзья. Более того, за последний год увеличился доход наших партнеров, директоров и выше, и также наш доход практически в три раза. У многих лидеров в два раза увеличился доход. Причем это говорит о том, что мы растем, система, используемая нами, работает. Могу сказать, назвать стоимость одного часа бриллиантового директора. Стоимость часа почти 2,5 тысячи рублей. Когда вопрос, сколько ты зарабатываешь, посчитайте стоимость часа на своей работе, посчитайте стоимость часа, оцените, сколько вы инвестируете в свой бизнес, времени. Это будет гораздо выше, как правило, если вы уже менеджер среднего свина. Час бриллианта, когда вы станете бриллиантовым директором, ваш час будет стоить 2-2 тысячи 300 рублей, и это возможность есть у всех, абсолютно у каждого. Конечно же, мы растем дальше, но не останавливаемся на этом, потому что, знаете, почему? Потому что возникла уже привычка общаться с людьми. Неужели вы, да, вот некоторые думают, я менеджер сейчас, вот сам золотым делаю себе бриллиантов, ну это вот предел мечтаний, и все, остановлюсь на этом. Ребята, даже не думайте, даже не смейте в этом думать. Потому что цель нашей жизни – это рост, это постоянный рост и развитие. Как однажды Полежаев Владимир сказал, деревья же растут не от сих до сих, деревья растут по максимуму, да, и только человек со своей возможностью ограничивать себя, ставит себе рамки и границы. На самом деле, не бойтесь никаких высоких званий, статусов, что там какая-то ответственность и так далее, все это приходит абсолютно естественным путем. Я помню, когда была маленькая девочка, переживала, как мама заполняла квитанцию, а в окладе света, как же сложно быть взрослыми людьми, какая-то квитанция, какие-то цифры, какие-то счетчики они смотрят. Я, наверное, так никогда не смогу, что же мне делать? Я вот сейчас прекрасно помню этот момент. Да, и сейчас мне смешно, как на самом деле все просто. Сейчас вообще не нужно никакие счетчики считать, что за тебя так супер сделал, просто идешь и оплачиваешь. Точно так же ваши переживания, что же я там буду делать, у директора Золотова я так никогда не смогу, вот, охватить всю команду, что-то там замотивировать, повести, даже не думайте, ребят, просто действуйте, делайте и получайте от этого удовольствие. От процесса удовольствия получаем и от результата, конечно же. Голову о лишних переживаниях, по лишним переживаниям не грейте. Я знаю, что переживаете, поэтому и говорю. Возникает такая привычка, понимаете, откровенный же сегодня у нас разговор, тоже взрослые все, 18+, люди будут сами обращаться к вам с вопросами. А вот когда мы недавно отдыхали во Вьетнаме, такое поле для рекрутирования, просто супер, в бассейне с детьми, куча мамочек, все на отдыхе, что делать, общаться не хочу. И, естественно, мы подплываем друг к другу и общаемся, кто где путешествовал, и когда, и какие моря. И, естественно, у меня, ну, я не могу молчать о том, что длинная часть наших путешествий оплачивается компанией, для нас это бесплатно. Ну, надо полагать, где возникает вопрос, за что и как. А я думаю про себя, ну, держитесь, сами виноваты, сами же спросите. Вот, поэтому это невольно получается. Одна регистрация, другая, третья, из такого потока обязательно находятся тузы, находятся сильные личности и люди, которые стремятся в жизни добиваться чего-то, все большего и большего, и не хочется сидеть на месте. Вот, поэтому это у вас новые группы будут появляться, понимаете. Вот, поэтому, ребят, очень интересная у нас профессия, которая дает вам не только удовлетворение большого количества материальных ценностей, но также не только материальных ценностей, еще и много чего приятного и полезного для души и для вашего развития. Мы очень любим находиться вместе с семьей. Я очень люблю, когда мы вместе, мы втроем, все верно, рекрутируем всех, все, что шевелится, как мы говорим, да. И я получаю огромное удовольствие, когда мы с семьей втроем путешествуем, вот, потому что это время, которое мы посвящаем семье, но в это время больше ничем не занимаемся. А, и, ну, и это прекрасно. Вот. Поэтому, что еще хочу сказать, да, отмечаем мы дни рождения в день самого рождения, а не ждем в субботу или воскресенье для того, чтобы не работать, для того, чтобы гостей пригласить, которые работают по найму и могут только выходной день к вам прийти. Как-то это неинтересно, да. Вот. Поэтому Арифлейм, возможности развития этой компании позволяют вам очень многого в жизни иметь. Чувствовать себя свободным человеком, достойным человеком, достойным, достойным, да, свое чувствовать. И огромное количество подарков, материальных и нематериальных, вы можете также своим близким преподнести. Все благодаря развитию этой индустрии. Потрясающее время, потрясающие возможности. Поэтому, ребят, ваша задача сейчас, будучи менеджером, как можно быстрее снять с себя пиджачок менеджера, да, как можно быстрее почувствовать, что вам уже как-то маловато, вам тесновато в этом костюмчике. И вам хочется вперед, выше, и даже не к директорскому званию вам важно понять и прочувствовать, да, и стремиться не туда, а, ну, чуть выше. Потому что директор, если ты пожизненно хочешь быть директором, ты просто эгоист. Ну, да, у тебя есть доход, там, 30-40-100 тысяч рублей в месяц, но хорошо, что тебе хватает. Извини меня, ну, а твоим людям, ты думаешь, хватает на уровне менеджера зарабатывать копейки? Поэтому директора эгоисты, и это абсолютно нестабильное звание быть директором. Вы думаете только о себе, если вы директор. Гораздо стабильнее, когда ваши партнеры получают 40 тысяч, 50-60, 100 и больше, согласны? Именно поэтому уже сейчас на уровне менеджера ваша задача думать о том, не когда я стану директором, а когда же мои партнеры станут директорами. Прописаны ли мне планы такие? И вообще, те люди, с кем я сейчас работаю, кому я уделяю свое время, да, самооценные, что у меня есть в жизни, а у них есть потенциал в общении директора? Или что-то я не то делаю? Или я чем-то не тем занимаюсь в течение всего дня? Не тем, не на тех людей трачу время, да? Давайте узнаем, что за те самые люди, кто такие те, да, какими критериями обладают бизнес-партнеры, и вообще о принципах поговорим, да, к чему нужно стремиться, что нужно выполнять, что нужно делать, как нужно думать, как нужно реагировать, анализировать. Очень важные вещи сразу обговорим в первых ближайших слайдах. И, вы знаете, как любая книга по бизнесу, наверное, начинается с главы «Постановка цели», да, «Мечты и цели». Помню, как мне это было, прям вот на Зила, да, вы знаете, думаю, да, опять про цели, да, дайте мне уже секретные пилюли какие-то, а они, ну, и потому цели, цели. Вот также, когда мы говорим о бизнес-партнерах, о характеристиках, мы начинаем с позитивности. Возможно, кто-то из вас в комнате сидит и думает, задолбайся о позитивности, да, все понятно. Что делать-то надо, да? Некоторые новички на презентациях всегда тогда останавливают лидера, спикера и говорят, хватит воды, мне надо конкретно что делать. Нет, ребят, все-таки мы начнем с позитивности, уж простите. Почему, да, вот задумайтесь, почему все об этом говорят? Наверное, это важно все-таки, да, все-таки это важно. Вот, точно так же, как постановка цели, куда ты пойдешь без вообще вот пути проложенного, да, как можно построить дом, если ты даже не знаешь, скольки этажные у тебя будут и скольки комнат, ну, попробуй, построи дом. Вот, поэтому без позитива никуда. В чате создается позитив, веселые смайлики пишутся, спасибо вам, друзья. Вы знаете, позитивность это своего рода профпригодность, профессиональная пригодность, сетевик без позитива, без позитивного взгляда на жизнь, не состоявшийся сетевик, не состоявшийся предприниматель. Знаете, некоторые говорят, вот легко вам говорить, да, когда все хорошо, а вот у меня вот одна оплеуха, вот другая, вот третья, и вообще жизнь не мила. Ребята, а вы думаете, у остальных нет проблем вообще, что ли, в жизни? Понимаете, у каждого человека абсолютно, у каждого есть свои задачи, не хочется говорить слово проблемы. Есть свои трудности, препятствия, есть своя миссия, есть своя карма, да, если говорить все лучше, которую он несет. У каждого свой крест, поверьте мне, у всех хлопот хватает. Но одна часть людей реагирует позитивно, а другая негативно. Чей это выбор? Как реагировать? Только наш, только наш с вами выбор. События, в принципе, в жизни, они нейтральны, их не бывает событий, никаких событий не бывает, плюс или минус. Вселенная, она посылает события, для нее все события хороши, нейтральны они, да. Только наша реакция определяет окрас этим событием. И нам по всем статьям, ребят, выгодно научиться, это можно научиться, если сильно, наверное, больше усилия приложить. Не знаю, может быть проще от негативщиков в своей команде, конечно, проще избавляться. Но есть люди, я знаю таких людей, которые путем собственных усилий, работы над собой меняются, меняются. Слава Богу, есть такая возможность, наверное, не сильно-сильно захотели. Вот придумайте себе такое упражнение, да, задавать каждый раз вопрос, а какой плюс в том, что сейчас происходит. Если вам кажется, что все плохо, вы задаете себе, а какой плюс? И вы обязательно найдете плюсы, обязательно. Попробуйте оставить перед собой такую задачу, делать как-то немножечко иначе, поступать иначе, реагировать иначе. Если вы привыкли обсуждать что-то негативное с знакомыми, с подругами, а возьмите целую неделю, перестаньте это делать. Понимаете, есть такое понятие, как день С. Сейчас расскажу, что это. Вот пусть в вашей жизни будет много дней С. Как прививается любая привычка. Что за день С, да, рассказываю. Допустим, приняли вы решение не негативить. Вот за каждый день, проведенный без рьяного негатива, вы даете себе определенную букву, да. Нам задача, чтобы получать слово «молодец». Первый день прошел, вы себе прославите букву «м», второй день «о» и так далее. И как только хочется понегативить, вы, или какой-то знакомый к вам приходит, ему хочется вместе с вами что-то плохое обсудить. Восстанавливайте, говорите, стоп, у меня сегодня день С. Понятно, да? То есть это последний день, когда ты проживаешь без негатива и говоришь «ес», я это сделал, я это смог. Причем в слове «молодец» сколько букв? Молодец, семь букв. Чтобы развилась привычка, вы понимаете, да, что нужно три раза. Три раза сделать так, три раза быть молодцом. Вот, поэтому один молодец, два молодец и три молодец. И через 21 дней вам просто не захочется ничего перетирать. У вас не будет энергии уходить вот на эти обсуждения. Просто надо вот перерубить эту энергию, этот поток. И с этим можно справиться однозначно. Ну, тем более, да, вы, если у вас есть дети, вы же показываете своим поведением, своим стилем жизни, своими эмоциями на лице. И пример для детей, да, как вы хотите, чтобы они тоже были негативщиками или чтобы они были счастливыми. Вот, поэтому стоит поработать над собой. И в бизнесе это очень выгодно. И в плане общения с близкими, да, и в плане воспитания детей, и всем статьям. Муж негативит, что с ним делать? Если муж негативит, значит, вы такая же, понимаете? Муж это наше отражение. Значит, где-то в глубине души вот тоже какой-то червячок вас грызет. А попробуйте, начните с себя. Вы перестанете негативить, и потихонечку, да, и муж поменяется. Ну, говорят, что так, надо попробовать. Итак, позитивность это наша профпригодность. Влиятельность, привет. Конечно же, нужна влиятельность. Как можно без доминантности, без влияния на людей куда-то их повести, да, что-то такое рассказать, чтобы они после вашего рассказа это сделали. Ну, я вам хочу сказать, что если вы хотя бы раз приглашали к себе на день рождения знакомых или организовывали шашлыки, у вас есть эта влиятельность. Влиятельность есть в том случае, когда вы в чем-то уверены, да. Вы же уверены, что будет очень круто на шашлыках. Вы же можете донести до своих знакомых, вау, такое вот намечается, давайте встретимся. И они идут за вами, правильно? Точно так же в нашем бизнесе, да, все зависит от вас, насколько вы уверены в той системе, которую вы предлагаете своим знакомым. Насколько вы уверены в том, что будет в перспективе. Настолько вы будете влиятельнее. Влиятельность, харизма, может быть, да, слова синонимы, она нарабатывается. Поэтому кто не считает себя влиятельным, имейте в виду, это нарабатывается. Ну, еще пример влиятельности. Если вы при обзвоне команды смогли, да, так вкусно рассказать об акциях, что ваши потребители сделали заказ, к примеру, да, а кто-то вообще стал квалифицированным рекрутом. Это тоже пример влиятельности. Приглашение на встречу, возможности арифлейм своего знакомого, да. Если вы научились рекрутировать, если за вами пошел хотя бы один человек, вы умеете влиять. Быстрая обучаемость. Знаете, это очень важный сейчас навык для предпринимателя 21 века. Вот, знаете, вот, наверное, бывает сложно отличникам, которые привыкли очень много думать, думать, анализировать, бояться ошибку допустить, да, вот, лучше там 7 раз отмерю, 1 раз отрежу. Это все сейчас, ребят, не работает в наше время, это клиентное время, время перемен. Сейчас очень важно быстро схватывать все на лету, схватывать, да, быстро обучаться и мгновенно действовать. Причем даже потом на практике, да, оттачивать все остальное, все остальные теории, так. Вот, потому что много чего меняется, постоянно старое уходит, приходит что-то новое, и этот навык тоже очень здорово вам пригодится, если ваша кривая скорби длится мгновенно, да, если вы можете очень быстро себя приучить к чему-то новому, и сказать, все, теперь будет так и точка, да, обучаю, все нормально. Сейчас пример хочу привести. Пример хочу привести. Ну вот, допустим, да, не очень, может быть, позитивненький пример, но очень показательный. Когда пришел онлайн наш бизнес, онлайн-технологии, онлайн-инструменты, мы как-то, да, легко восприняли, поняли, что, да, это правильно, да, если растущие лидеры Индонезии, там, просто мега-ресультаты показывают сейчас, говорят об этом, значит, надо брать и делать, надо брать и вникать. Так у нас появились вебинары, смотрите, мы сейчас выступаем спокойно, и вообще не представляем свою жизнь без вебинаров даже, вот, раньше их не было. Скайпчаты, вот, обгруппы и так далее. Представляете, ребят, до сих пор есть лидеры в Арифлейме, которые противятся этим нововведениям. Я вообще в шоке, какая у них кривая скорби. Чего противятся? Ты посмотри, кто растет сейчас в Арифлейме, в мире, и делай то, что они делают. Логично? Абсолютно логично. Вот, поэтому, ребят, прежде чем сказать чему-то нет, да, чему-то нет, то остановитесь, обмозгуйте, помыслите, переспите с этой мыслью, и потом уже принимайте решение, да, никогда не говорите нет. А наоборот, очень хороший навык с тем поступающим предложением, я имею в виду от спонсора, да, от спонсора предложение вашего роста, говорить да, а потом уже думать, да, почему вообще сказал, как это осуществить, да, как это реализовать, да. Не бойтесь ничего, идите и меняйтесь. Готовность, что такое готовность? На низком старте, да, видите картинку, когда ты находишься в состоянии низкого старта, когда ваши партнеры находятся в состоянии низкого старта, и как только вы приняли решение в команде, допустим, проводить группу ускоренного роста, ребята, мы будем получать новые результаты, да, люди тут же подкинулись, люди тут же заполнили заявочку и пошли за вами. Вот это называется готовность, не нужно человеку уговаривать по два дня, да, и умолять, и объяснять, зачем ему это нужно, все. Доверяем спонсорам, доверяем системе готовой. И работайте, ребят, только с теми, кто готов здесь и сейчас. Даже если это замечательная девочка какая-то, такая хорошая девочка, такая умница, мне так с ней нравится общаться, ну вот не готова она здесь и сейчас, а когда-нибудь, ну когда-нибудь, когда-нибудь, пусть эта девочка будет вашим восьмым директором, да, сейчас там 3-4 года, вот, не ждите хороших девочек, вам нужны эффективные бизнес-партнеры здесь и сейчас. Следующий момент – формальность. Формальность – это следование элементарным правилам, самым-самым элементарным, вот самым важным, такой, чтобы, знаете, не искажался скелет нашего бизнеса. Понимаете, о чем я говорю? Конечно же, это значит, что креативность приветствуется, это не значит, что вот только вот есть правила, только мы их не соблюдаем, так формально, так четко и пошли, и шаг влево, шаг вправо, расстрел. Нет, конечно, ну допустим, правила проведения вебинаров, да, то есть есть определенные рекомендации в нашем сейчас проекте, вот мы их выдали, разработали с директорами, и кто-то их берет и понимает, да, что это важно, это профессионально, это важно для всей команды, а кто-то прочитал, эх, а ладно, я сделаю по-своему, да, и тяп-ляп смастерил вебинар и сам провел так, как считает он нужным. Вот, все-таки есть базовые правила, которые стоит соблюдать, да, и важно отталкиваться от них. Результативность, 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 что такое результативность? Это, наверное, то, ради чего мы делаем какие-то действия каждый день с вами. Это, что сейчас у нас, да, самое главное, как и на повестке дня, в ближайший год, куда мы хотим? Мы хотим на менеджерскую конференцию поехать, одни квалифицировались, какие они молодцы, а остальным хочется по второй волне квалифицироваться. Вот об этом надо туда идти, туда стремиться, да, результативность, видишь, человек, который получает результат, не только в процессе погряз, но и однозначно получает результат. Вот, нужны вам такие партнеры, ребят, которые результативны? Круиз, конечно же, да, золотой директор, конечно же, бриллиант, конечно же. То есть для того, чтобы был результат у нас, во время процесса вам нужно задавать себе всегда вопросы, учить своих партнеров, хочешь это делать. А вот те действия, которые я сейчас совершаю, они вообще принесут мне тот результат, о котором я мечтаю? Что я сейчас делаю? Я работаю на удержание своей 9% группы, чтобы там каждый-каждый сделал заказик? Или мне все-таки надо работать на рост, на результат? Каждый день задавайте, ребят, себе такой вопрос. Приведут ли меня те действия, которые я сейчас делаю, к тому результату, который я планирую? Какие еще важные пункты можно для себя отметить? Ответственность, любимое слово советского человека, быть ответственным. Ну, на самом деле это правильно, да, любой лидер, он должен быть ответственным, ответственность нести за свой бизнес, за себя, за своих партнеров. Например, когда новичок или там новый менеджер, да, первый раз проводит вебинар, чья это ответственность? Ваша, как спонсор, или его провести хорошо вебинар? Конечно, ваша ответственность лежит на обоих, но по большому счету спонсор отвечает за своего партнера, потому что он его привел, он его поместил в расписание, он его должен сопроводить и до нужного результата, да, до достойно проведенного вебинара. Если к вашему квалифицированному рекорту, новичку вернее, да, не хватило 3 балла, не хватило 3 балла, он прошляпил. Это он прошляпил или вы прошляпили? Это вы прошляпили. То есть вот лидер – это человек, который не боится брать на себя ответственность и признает все эти ошибки, какие-то промахи, понимает, что это его проблемы. Это он чего-то не доделал, не досмотрел. Это очень правильная позиция, ребята. Если вы читали Стивена Колеси «Навыгом психоэффективных людей», то он как раз об этом и будет говорить, да. Почитайте. Никогда не перекладывайте ответственность на кого-то. И самое простое – найти виноватого, согласны, да? Когда что-то случилось, это не я виновата, а это вот она, как в детстве, да. Ребятишки они так делают. А это не я, это Саша. Да, Полина Саша у нас вот играет, очень часто так говорят. Так вот, мы уже с вами взрослые люди, мы можем постоять за свои поступки. Вот сейчас, допустим, да, когда была квалификация на наношескую конференцию, а многим приходили письма от компании, да, от АСМА, о том, что вроде как вы квалифицировались, продолжайте там, да, продолжайте, все хорошо. Но оказалось, что не квалифицировались. Можно поступить двояко, можно обвинять определенных людей от компании, да, о том, как они такие сяки, зачем они такие письма шлют, а можно сделать вывод. Понятно, в следующий раз буду поконкретнее, да, отслеживать результаты в лидерах моей команды. Это же мои лидеры не квалифицировались. Почему я не просмотрела вовремя, да, почему я не просчитала всех квалифицированных рекордов, сколько нужно было, да. Почему менеджер не просмотрел и не понял эту программу. То есть можно вот, вот если так реагировать, ребят, то здесь есть почва для развития, чувствуете? Значит, в следующий раз я буду по-другому поступать, я буду более совершенно, согласна. Если обвинить кого-то, развития нет, абсолютно нет. Он виноват и точка. Все, в следующий раз я буду точно так же поступать, надеяться на кого-то, кто бы не посчитал моих пушечек и квалифицировал меня. Да, тем более, есть вторая волна, и зачем это сейчас очень долго обсуждать, мне непонятно, да, если не удалось квалифицироваться. Все, став себе цель по второй волне, иди вперед. У тебя должны быть мысли все впереди и только впереди. Помните, я говорила, да, о маме Магнуса Брэнстрома. Удивительная женщина, очень мудрая женщина, она всегда со своими детьми говорит только о будущем, никогда о прощем. Она все время задает правильные вопросы детям, да, что будет завтра, а какие ты строишь планы. И вот это из той же оперы, да, нам компания дает все инструменты и все ресурсы для того, чтобы двигаться вперед всегда и не застревать в сегодняшнем дне и вчерашнем. Самомотивация, очень прям вот суперское качество лидера, самомотивация. Картинка, видите, да, на картинке Мюнхгаузен, который берет себя за волосы и вытаскивает из воды. И вот самое, наверное, важное качество, да, после позитивности, на одном уровне, директора, лидера, это самое материальное, уметь себя вот зажечь, да, уметь себя зажечь, уметь собой управлять, знать свою какую-то кнопочку, на которую можно надавить и воспрянуть духом. Как это важно, ребят, ищите, ищите эту кнопку, ищите. Слава Богу, на Ютубе большое количество материала для этого есть. Говорят, что лидер – это тот человек, который работает даже тогда, когда спонсор бросил. Спонсор бросил бизнес. Буквально недавно у меня была встреча с новичками, они начали обвинять, оправдывать себя, почему они не были успешны в той команде. Потому что спонсор бросил, вот нас спонсор бросил, вот а как мы, а мы вот никак, как мы без спонсора, а никак. Вот, на самом деле, да, не в спонсоре делу, вот, а в личной цели, самомотивации, вообще понимании бизнеса, зачем мне это мотивацию, да. Если, ну ладно, будет такой пример приводить, идем дальше, все понятно, да. Инициативность, инициативность. Когда что-то случается, ну, допустим, с расписанием, как вы реагируете? Моя хата с краю, ничего не знаю, да, или наоборот, поднимаете руку и говорите, я могу помочь. Я в это время свободна и могу провести вебинар, если нет никого. Если вдруг не получается у вас, никогда не ставьте точку в конце предложения, никогда не говорите, я не могу, и точка. Будет все-таки продолжение после этой фразы. Я не могу, но как я могу помочь, да, вопрос себе задайте, как я могу помочь заменить спикера? Как я, может быть, мне найти спикера, да, может быть, вместе поищем? То есть важно решить вопрос, а не прибавить проблемы, да. Если проблема осталась, значит, вы не проявили инициативу. Лучше, конечно же, проявлять. Это тоже своего рода ответственность и качество очень зрелого лидера. Плюс еще командного игрока, да. Конечно же, мы, ни о какой грубости не может идти речь в общении с партнерами, в команде, со спонсорами, с ключевыми вашими партнерами. Только доброжелательное отношение к людям, как бы они себя по отношению к вам не вели. Не важно, да, кто эти люди, важно, кто вы. Сейчас вспоминаю очень такой показательный пример, когда очень известный великий писатель со своим другом проходил, значит, в Париже по улице по одной. И рядом с домом стояла женщина легкого поведения. Когда они проходили мимо нее, этот великий писатель поклонился ей, снял шляпу, поприветствовал женщину. Ну, что, собственно, да, сделал бы любой джентльмен в присутствии дамы. И вдруг у него спрашивают, что это же женщина легкого поведения, да, зачем ты так перед ней кланяешься, там, здороваешься с ней. На что этот великий писатель сказал? Мне не важно, кто эта женщина, мне не важно, кто я. Понимаете, да? Поэтому не важно, какие люди в вашей команде приходят, негативят они или позитивят. Это их проблемы, да, по сути. Это, как там говорится, да, про апельсин. Когда ты надавишь апельсин, в стрессовой ситуации из апельсина потечет апельсиновый сок. У каждого человека свой сок внутри. Из кого-то потечет апельсиновый сок, из кого-то всем не тот сок, который должен был потечь, да. А какой сок потечет из вас? Какой уровень препятствий должен быть, чтобы вывести вас из равновесия? Сложный такой вопрос, очень сложный. Есть куда стремиться, и, конечно же, здесь мы все не идеальны. Но надо над этим работать, ребят. Вот, мы никогда не сжигаем мосты, потому что, если вам кажется, что какой-то человек не тот пришел ко мне, а вы же не знаете, каким его знакомым, вы же не знаете, какие у него родные, и кого он может пригласить в свою команду. Да, пришла какая-то бабуля, возможно. Ну, думаю, что я с бабулей буду вообще работать? Нафиг она мне нужна еще время на нее тратить? Компьютер она вообще не понимает, наверное. А эта бабуля, возможно, походила-походила и привела своего сына. сына, который разбирается достаточно хорошо в интернете, да, и который может стать директором вашей команде. Вот поэтому обращаем внимание на всех людей, да, и никогда мы не грубим, не конфликтуем, не негативим в чатах. Да, очень хочу еще такой момент обсудить, ребят. В общем чате, где бы он ни был, в скайпе, в ватсап-группе, никогда не обсуждайте то, что у вас не получается. Ну, я думаю, что это очевидно. Если даже хочется поговорить на эту тему, пусть у вас монолог будет конструктивный. То есть, можно, конечно же, просто озвучить свою проблему, там, вот у меня не получается рекрутировать. А можно более конструктивно проговорить, какую-то ситуацию проговорить, да, конкретную ситуацию. Сделал вот это, вот это, вот это, вот это, почему-то нет регистрации. Опять же вопрос опять. Может быть, мне чего-то не хватает, может быть, мне какие-то другие слова употребить, да. Ау, люди, помогите, подскажите. Это совершенно другой диалог, ребят, это совершенно другая энергия. Вот, и это не негатив, а поиск решений. Понятно, да. Если вам все-таки хочется чего-то вот эдакое сказать, ни в коем случае в общих чатах даже не думайте это делать, да. Ну, это просто абсолютно не по-лидерски, не по-командному, но это вырубите суд, на котором вы сидите, вы понимаете, да. Потому что энергия должна открыть только успеха, только позитива, только драйва в чате. Это плодородная почва для роста всей команды. Негатив только вверх, позитив только вниз. Вот, команду все плюсы, да, что-то не получается, индивидуально со спонсором обсуждаем. Окей? Вот, потому что я знаю, что некоторые менеджеры любят пообсуждать негатив. Что-то зачем-то, непонятно зачем. И учитесь абсолютно все делать промоушеном. Когда вы представляете спонсора, когда вы представляете какое-то мероприятие, приглашаете на вебинар, никогда спокойно повествовать нельзя. Иначе реакции не будет никакой. Ребят, мы живем в информационном веке, и каждый человек в течение дня получает столько вот миллионов разных сообщений. Это все, иногда хочется уже так вот закрыться, чтобы ничего не видеть. Заходишь в компьютере, да, очень много рекламы ненужной, которая вообще, она мелькает перед глазами, хочется все это закрыть. Надоело, да. Ты не хочешь, а оно перед тобой возникает. По телефону постоянно звонят, то есть банк, отную щетку, это предлагают какие-то услуги, кредиты, это тоже вот просто уже на зип. Отсюда, отовсюда информация, да. Выходишь на улицу, там билборды и так далее. Включаешь телевизор, да, очень многие люди не смотрят, до сих пор телевизор. Постоянно реклама. И если вы просто будете повествовать о чем-то, вас не услышат, мозг уже не воспринимает такую информацию. Именно поэтому, ребят, вы, наверное, заметили, да, сейчас изменилась реклама, сейчас у нас совершенно другие промоушены. Вы заметили, что очень все креативненько, интересненько, так, чтобы цепляло, так, чтобы это запомнилось, да, картинки какие-то вкусные, интересные, сочные. Вот именно такая информация сейчас работает, да. Ну и, конечно же, какое-то продвижение информации должно быть. Должен быть вызов, драйв, какая-то энергия, да, восхитительный знак, ту информацию, которую вы сообщаете. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда повествуете, ловите себя на мысли. Насколько цепляющая моя информация, да. Всегда фокусируйтесь на сильных сторонах своих людей. Все люди совершенно разные, это не секрет. В вашей команде, чем больше она будет, да, если вы мечтаете быть бриллиантами, вы просто огромное количество ключевых партнеров встретите. Они все такие разные, у них у каждого есть свои замечательные сильные стороны. И ваша задача не стоит всех сделать, вот, вот, подравнять, да, как в инкубаторе, все одинаковые должны быть. Не должны, ни в коем случае. Ужас, если все будут одинаковые, да, такие, как вы. Не надо под себя никого равнять. Все лидеры разные. Это точка. С этим надо смириться. Это норма. И в каждом партнере ваша задача выявить самую сильную сторону, показать ему, развернуть, да, посмотреть, какая твоя сильная сторона. Вот благодаря этой сильной стороне ты будешь директором, пойдешь дальше. Остальные ему стороны и качества, конечно же, нарабатываем, стараемся там тоже их обтесать, облагородить, но только уже имеющаяся сильная сторона, она прям вот выпячиваться должна, и благодаря этой стороне вы должны продвигать своего партнера вперед, да, так скажем, на нее давить, на эту сторону. Ваша задача – уяснить, что фокус у нас только на развитии лучевых партнеров, да, фокус на развитии себе подобных, фокус на развитии новых менеджеров и новых директоров. Если вы сейчас менеджер, значит, вы не умеете воспитывать менеджера. Как только вы станете директором, это означает, что вы сможете из менеджера вырастить, воспитать директора. То есть ваша задача только такая, ребят. Ваша задача не есть поддерживать стопроцентную активность в команде. Ваша задача не есть целыми днями обзванивать партнеров и болтать с ними. Ваша задача не есть в одноклассниках со всеми общаться. Ваша единственная задача и направление, и фокус. Задач много у менеджера, функционал большой, но фокус, то, на чем вы должны быть сфокусированы, вектор свой вы, в какую точку направляете, это новые лидеры в вашей структуре, развитие новых менеджеров и директоров. Причем не только в первой линии. Каждого ключевого партнера, вы знаете, их не так много на самом деле, да, до уровня директора вы встретите 6, в лучшем случае, если вы используете теплый рынок. Вы должны их знать, вы должны их знать не просто как их зовут, а общаться с ними, может быть, дружить даже, ну, по крайней мере, их цели должны знать и проверить, чтобы у них были планы. Потому что очень часто такое бывает, что лидер из третьего вашего поколения может стать бриллиантным директором, а все, кто выше, останутся обычными директорами. Поэтому никогда не игнорируйте приход сильного человека в команде. Если это 5-е поколение или 25-е поколение, неважно, сильного человека, вы должны знать и личного. Менеджер умеет формировать отношения в команде. Как научиться этому? Ну, однозначно, первое, что вы делаете, проводите планерки. Именно здесь формируется этот навык. Когда вы на планерке, даже по скайпу, да, первые планерки, они по скайпу проходят, 2-3 человека из вашей команды собираются на скайп-встречи, не по одному в WhatsApp, да, наговорили одному, наговорили второму, думаете, что у вас планерка прошла. Это индивидуальный диалог. А вот попробуйте уже с группой 2-3-4-5 человек сами провести планерочку. Это совершенно другой навык. Вы почувствуете это, да, что вам нужно вещать перед аудиторией, вам как-то их объединить надо, да, вот у меня сейчас вопросы светятся. А как вот мне из них сделать команду? У меня сейчас группа растет. Как бы их вот команду? А как? Познакомить их в первую очередь, да, познакомить с каждой, чтобы рассказала свою историю, свои сильные стороны, что у них получается. И раз в неделю под минимум собираться на планерках, потому что они почувствуют это взаимодействие и пользу от этих встреч однозначно, потому что кто-то будет справляться идеально с товарооборотом личным, а у кого-то будет идеальное рекрутирование. У них будет переопыление, они будут друг у друга учиться, им будет это нравиться, у них будет где-то скрытая конкуренция, да. Ну, а как там Маша, она уже вышла назад? А, она еще не вышла. А мы же вместе с ней пришли, в один день подписались. Это потрясающее чувство, да, когда ты работаешь в команде. Поэтому обязательно, если вы еще не проводите планерочки, начинайте это делать. Гораздо проще это делать в уровне 9%, чем потом на 18 первый раз объединять команду, там, 10 человек уже в 20 из ключевых партнеров. Поверьте мне, пожалуйста. Работайте над уверенностью в себе. Ну, потому что, когда вы уверены в чем-то, когда вы уверенно вещаете, и говорите, вам безмолвно доверяют. Если вы не уверены, не факт, что за вами пойдут и вам поверят. Это как вот очень простой такой классный пример, если вы летали самолетами, да, наверное, вот капитанов-лайнеров обучают этому, потому что они так всегда говорят и уверенно, и так вот легко, на позитиве, где-то даже с юмором, никто из капитанов не сказал ни разу, что. Ну, мы попробуем, конечно, долететь до Дубая. Сейчас вот мы взлетим. Я очень буду стараться долететь. Я, конечно, попытаюсь приземлиться мягко. Ну, надеюсь, что все будет в порядке с вами. Представляете, да, если он будет использовать слова «постараюсь», «попытаюсь», «попробую», все будет просто шок, и они убегут с этого лайнера, да. Никто бы, наверное, не хотел оказаться на судне такого лайнера. Вот, то же самое, все это воспринимается безмолвно нашим подсознанием, да. Ваши жесты, ваша речь, ваша мимика, насколько вы уверены в себе. Я могу вам подсказать один из рецептов, как работать над уверенностью в себе. На самом деле, очень много всяких тренингов, чем только можно найти, очень много всего на Ютубе. Мне нравится такой очень простой метод. Когда вы заводите на рабочем столе папочку и копируете туда все-все-все-все вкусняшки со скайп-чата, что о вас пишут. Поздравляют вас с днём рождения, там хорошие слова какие-то говорите, копируйте, складывайте. Поздравляют вас с новым уровнем, там куча приятных теплых слов. Копируйте, копируйте, копируйте обязательно. Еще в скобочках пишите от кого, это тоже важно. Интересно будет потом почитать. Складывайте в папочку. Проводите вебинары обязательно, потому что после вебинара вы услышите столько приятных слов в свой адрес. Копируйте эти слова и в папочку добавляйте. Молодцы, кто уже делает. Вы знаете, я все это делаю уже, потому что привычка у меня такая уже появилась, но не читаю. И тут как-то вот что-то появилось в Абудаминке, когда мне перечитают. Как же это полезно читать, вы не представляете. У кого проблемы с уверенностью всей, вообще это нужно читать как молитву. Утром и вечером, утром и вечером, утром и вечером. Просто крылья вырастают. И такое настроение сразу классное навестить. Просто суперски мне очень нравится эта технология. Такая простая, незамысловатая и очень действенная. Еще очень хорошая фишка, ребят, все, что вы умеете делать, как менеджер, выполняя свой функционал, делайте это в присутствии своих людей. Я имею в виду не прям вживую, вот вы в гости пригласили и при них там чего-то делаете. Конечно же нет. Вы можете подключить их в вебинарной комнате, когда вы проводите скайп-собеседование. Вы можете подключить их в скайпе, когда вы проводите обзвон команды. Да столько всяких сейчас технологий. Если ребята заняты, не могут подключиться, записывайте обязательно то, что вы делаете. Записывайте, вы так сэкономите кучу времени на обучение и воспитание своих партнеров. Представляете, у вас имеется так шикарная запись обзвонок, как вы звоните новичкам и вкусно говорите про акции. И после этого они квалифицированными рекордами становятся. Вам потом каждого своего новичка не нужно по часу обучать. Вы просто даете эту запись. Кто уже это делает, ребята? Это называется «раскопируй себя». Размножь себя или размножь то, что ты умеешь делать идеально. Более того, если вы заливаете в открытом доступе на канале, это формирует вам личный бренд, раскручиваем. Таким образом. Вот Маша плюсик поставила. У тебя только Маша так-то делает. Ребята, ну что? Время, жизнь, сцена. Обязательно делайте записи своих выступлений, своих планерок. Вот все, все абсолютно. Все делайте, все записывайте. Договорились? Вот это хороший навык, вы можете прям себе поставить такую задачу. На этой неделе научиться это делать. Вы почувствуете, как вы сэкономите много времени. Самое главное, что чему нужно научиться? Поступать более эффективно, быть еще более эффективным сегодня, чем вчера. И, конечно же, умейте делегировать и воспитывать самостоятельных партнеров. Я знаю, что у кого-то с этим нет проблем. Наоборот, все подряд хочется с первого дня делегировать. А кто-то наоборот на свои шеи тащит и тащит и тащит партнеров. Вроде как уже и надо бы ему самому, а он привык на вашей шее ехать. Вот здесь важно иметь баланс. Чувствовать баланс. Делегировать вы имеете право только тогда, когда вы показали, научили, проговорили, причем очень принятно и понятно. То есть сначала вы человеку должны уделить внимание, время, разжевать, рассказать, вложить, инвестировать в человека по вниманию, время, обучению. А потом, если вы поняли, что он уяснил все, он вместе с вами это проделал один раз, уяснил, в следующий раз делаешь сам. Вот это правильное делегирование. Сначала делаешь ты, потом вы делаете вместе, потом делает он сам. Это правильное делегирование. С одной стороны, ваша задача менеджера выполнять весь функционал, который вам рекомендует выполнять ваш директор. С другой стороны, вы не перенянчиваете своих ключевых партнеров и даете им те обязанности, которые уже они могут выполнять, с чем они могут справиться. Итак, менеджер обучает ключевого консультанта от 0 до 6, развивает его. Директор обучает менеджера, как работать с ключевым консультантом. Сам директор без менеджера не работает с его ключевым консультантом. Понятно, да? То есть каждое звено имеет свой функционал и свои задачи. Только так можно воспитать большое количество директорских групп. Иначе можно просто с одной из двумя не справиться. Конечно же, есть исключение из правил, если менеджер стал таковым, но почему-то превратился в дохлую лошадь. Тогда, конечно же, директор ищет под менеджером уже более адекватного партнера и работает с ним, как с первого уровня. Вот это понятно, да? Чем больше в вашей команде будет обученных ваших клонов, так скажем, да, тем более эффективен будет рост. Тем большее количество групп вы сможете снова взять. Ну и, конечно же, используйте все, что будет повышать вашу эффективность. Об этом я уже только что сказала. В записи всевозможные шаблончики копируйте, сохраняйте. Папочку для новичка можно сделать, да, с какими-то шаблончиками, с ответами на типичные возражения. Все это можно давать потом всем новичкам, да. Один раз вы это делаете, потом отдаете много-много-много раз, это работает на вас. Возможные закладочки, да, используйте хранилища облачные. Ну, это все очень удобно. Кем мы не будем никогда работать? И, знаете, ребят, даже если очень хочется с целью массового рекрутирования подписать всех и вся, но вот в случае, если приходит определенный континент, мы должны сказать себе, стоп, у меня есть принцип, у меня есть ценности, и с этим человеком нам точно не по пути. Люди, которые лгут, нам с ними однозначно не по пути. Кто сплетничает, обсуждает, негативит. Бывает, вот там вот кто-то провел, да, знаете, из директоров вебинар, а человек, вот что-то как-то вот мне, он мне нравится. Ты сначала стань директором для того, чтобы осуждать этого человека. Сначала вот на его ступенечку поднимись, а потом ты, возможно, лучше иметь право осуждать или обсуждать. Ну, нельзя так. И ваша задача, если вы это слышите, мгновенно пресекать эти разговоры. Может быть, это правда, да, может быть, вам кто-то не понравился, может быть, действительно есть, ну, мы не рождаемся ораторами, ребят, мы обычные люди, но вспоминайте, да, про позитивность. Что я хорошего могу извлечь из этой ситуации, задаем себе вопрос. А учим все просто. Этот человек меня учит, как не надо проводить вебинары. Все просто, да. У положительного опыта я учусь, как надо действовать, у отрицательного я учусь, как не надо. Если бы таких людей не было, мы бы не знали, а где плюс, а где минус, да. Ублагодарите этих людей и сами так не поступайте. Если есть долги в группе, долги по жизни, ни в коем случае не связывайтесь с этими людьми. Такие люди, как правило, не меняются. Тот, кто ждет регистрации от спонсора, он позже идут лесом. Все просто и понятно. Если присутствует в вашей команде человек с позиции «Мне все должны», а вы же обещали мне помогать, «А где моя зарплата?» Мы, конечно же, проговариваем позицию свою. Если он нас не слышит, мы с ним не работаем. Человек, который не дает обратную связь, пропадает, не перезванивает, от них тоже, простите, но терпеть не могу, да. Но если мы договорились взаимодействовать, расти с тобой, раз и пропал на две недели. Как так-то, да? Как мы можем строить с тобой бизнес, если ты пропадаешь? Ну, поясни, скажи, там, семейное обстоятельство. Не могу, там еще что-то. Не получается с такими людьми гармоничные бизнес-отношения. И, конечно же, здорово, когда в вашей команде много порядочных людей с намерением работать по уставу. Это просто. Это большое счастье, когда приходят люди с такими же ценностями и принципами, как у вас. Отдельная тема, отдельный разговор насчет устава компании. Вы все прекрасно сейчас знаете, что законы меняются и более ужесточают. Это закон по поводу регистрации, терминации и так далее. И проще всего просто, вот, ребят, не ввязываться во все эти авантюры. Гораздо проще работать по уставу и точка. И не переживать, когда попросится человек, а у него вдруг мама зарегистрирована. А она-то не подписана, у нее номер давно терминировался. Ну, так вот нельзя. А может быть, мы вот так сделаем? А давайте я вот так вот скажу, а потом он говорит, нет, никакие варианты не проходят. Нет, и все. Если очень хочется, в любом случае, да, люди делают все по закону, по уставу, ждут необходимое количество времени и через год, да, год ждут, год, кому сильно надо. А потом регистрируются туда, куда хотят, да. Самое главное условие регистрации, чтобы у ближайших родственников не было номера в компании РФО. Ближайшими родственниками являются родители, дети и родная сестра и брат. Вот, пожалуйста, проверяйте, сразу при регистрации все эти моменты, чтобы у вас не было проблем. Если кто-то зарегистрирован, однозначно нет, без каких-либо недомовок. Все, будет работать очень легко и просто. Поверьте, огромное количество людей сейчас ищут работу, дополнительный заработок, и они никогда не были заработаны. Есть такие люди. Пока вы будете в этой ситуации целый месяц это обсасывать, придумывать, и как бы вот это вот все провернуть, мимо вас пройдет большое количество трудов, это раз. Во-вторых, если вы даже возьмете и не будете соблюдать букву закона, вы регистрируете человека, его терминируют, его однозначно заблокируют. Сейчас очень хорошие системы у компании, да, стоят автоматические системы, которые эту проверку очень легко совершают. Вот поэтому вы только хуже сделаете этому человеку. Поэтому работаем, ребят, по уставу, точка. Что важно для менеджеров 9-12%? Ребят, обратите внимание, если менеджер 9-12% очень много уделяет внимания на сопровождение своих партнеров, я бы фокус сделала немножечко иначе. Все-таки менеджеру начинающему необходимо нарастить бак, необходимо нарастить массу сначала, заиметь тех, кого сопровождать. Поэтому для начала вы все-таки делаете акцент на рекрутировании. Вы продолжаете массово и обильно рекрутировать, дабы как можно быстрее найти своих трудов. С имеющейся командой из 30 человек, в котором там один тузик, делать нечего. Продолжайте, распределите время так, чтобы у вас на сопровождение уходило там 30% времени, плюс обучение. И 70% это рекрутирование, рекрутирование поисковых ключевых. И формирование ключевой команды, да. Первые планерки ваши, формирование команды, продолжаем рекрутировать. Менеджеру 15 и 18% архиважно перезарядить цель. Он продолжает выполнять свои функции, о которых мы сейчас поговорим. Но у него в голове должно обязательно поменяться и переключиться. Не директор у него в голове, а как минимум золото. Если амбиции высоки, то бриллиант. Почему? Потому что в этот момент вы начинаете думать о ком? Не о себе, а о своих людях. Потому что, ну, зачастую, что греха таить, да, до 15-18, а то и до директора, мы думаем только о себе. Мы думаем, о, как мне там денежек уже заработать-то. Ну, какие там люди, ну, господи боже мой, мне своих денег заработать, а потом уже о людям думать. Вот сейчас, когда вам уже начисляют 10 тысяч, 20 тысяч, вы уже понимаете, что это уже закономерность, это не случайность. Если я молодец, так будет уже всегда, будет только в плюс, только в рост, пора задуматься о людях. Не будет до этого переключения щелчка на золото и выше, вы очень долго можете застрять на 15%, ребят, а потом на директора. Разберем функционал менеджера. Помимо организации, ЛПО, естественно, 50 баллов, вы должны уже влюбиться в этот продукт. Уровны менеджера, да, у вас не должны быть фи-арефлей, но это естественно, абсолютно, да, если вы работаете с этим продуктом, такое может быть фи. Если у вас остались какие-то пунктики по поводу качества, что-то вам не нравится, там, какой-то червячок вас скрызет, срочно это надо решать. Напишите косотоновое деление, задавайте вопросы, вам надо разобраться, потому что вот совсем недавно у меня кто-то спросил, как это стволовые клетки? Я вот биохимик, нет стволовых клеток в растениях. И мне поступил очень грамотный ответ про меринхимальные, по-моему, как они называются, клетки, ну, их просто обозвали стволовыми. Господи, какая разница, как их назвать. Смысл-то в том, что эти клеточки, да, не дифференцированные, они вот имеют огромный потенциал роста. И в растениях есть эти клетки. И именно экстракт этих клеток содержится в наших кремах, в наших сериях, в наших наборах. А девушка сомневалась, она пришла в бизнес, ей кажется, что тут компания обманывает, не бывает в разных клетках растения. Вот эти все моменты нельзя таить в себе, что-то не нравится вам, какая-то помада, спрашивайте, почему она такая. Вы должны, все кристально, все прозрачно должно быть, да, у вас в голове, потому что все эти пунктики, которые у вас остаются, новички считывают. И не надо ничего говорить. Какие-то флюиды, какая-то энергетика, на тонком уровне они считывают, что вы не совсем уверены сами. Они не пойдут за вами, ребят. Чем выше у вас планка жизненная, чем выше вы хотите добиться успеха, тем больше пунктов вам придется отчелкнуть, да, негативно. То есть работа, она с собой колоссальная, каждый день. Далее, рекрутинг. Конечно же, наша цель один рекрут в день. Вот, и менеджеры уже, как правило, зовут знакомых. Если новички стесняются, чего-то боятся, не знают, что сказать, менеджеры, сам Бог велел идти к знакомым. Не идешь к знакомым, значит, не веришь в бизнес, значит, не веришь в спонсору, значит, какой-то червяк опять тебя точит, иди работай над своей головой. Самообразование, конечно же. Личное потребление велос. Обязательно. Ты продаешь велос, а сам я эту фигню пить не буду. Какая же это фигня, да? Если это фигня, значит, весь бизнес фигня. Что ты здесь делаешь? Вопрос. Скайп. Скайп, мы там работаем. Скайп, это очень много, да, занимает нашей жизнью, бизнес-жизни, скайп. И по сопровождению, и по команде образования, то есть, ребят, мы там работаем. Помимо этих пяти пунктов, у менеджера есть сопровождение команды. Сопровождение команды – это просто святая обязанность менеджера. Он должен стать куратором своей команды. Он должен знать каждого партнера, особенно с потенциалом, ключевые партнеры. Обязательные должны быть обзвоны, да, вам нужно полюбить обзвоны. У вас должны быть прописаны расписания обзвоны, обзвоны ключевых, обзвоны с целью повышения активности потребителей. Это ваша задача, ребят. Менеджер организует свои планерочки. Я уже об этом сказала, да, с уровня 9% обязательно. Также вы учитесь проводить ВВО, причем может с 0% записываться на тренировочные ВВО, своих партнеров тоже записывать. Встреча по развитию бизнеса. Что такое встреча? Это индивидуальная встреча с каждым партнером. Если вы еще такое не проводили, вы можете сами записаться к своему директору, с вами индивидуальный план составят, поговорят вместе с вами наметят стратегический план на ближайший год. И ваша задача уже уметь ставить цели для своих партнеров. Маленькие цели на каталог, на неделю, на каждый день. Вы уже должны уметь ставить цели. Цели ставятся нерезультативные. Так, тебе 9%, тебе 9% и тебе 9%, всем по 9%. Замечательная цель. Неправильно. Цель должна ставиться процессуальная. Стремимся к результату, а цель ставим процессуальной. То есть что он должен делать? О процессе говорим. 10 контактов или показать там 10 каталогов, или 10 знакомых должны видеть, заказ, или там себе заказываешь в ЛМС ЛАЙС Плюс. По конкретней. 10 контактов. Куда ты пойдешь? Вот это я обсуждайте на планерке. Куда ты пойдешь? 10 контактов. Что ты будешь делать? В социальных сетях, по списку знакомых, в WhatsApp. Где ты будешь эти контакты искать? Об этом, друзья, разговариваем. А если вы скажете, так, тебе 9% и тебе 9%. Ну, давайте, созвонимся через неделю. И что же будет у новичка? Что такое 9% вообще для него, да? Непонятно. 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 Увидеть других менеджеров вашего, растущих в команде вашего директора. Обмен опытом, он очень здорово сказывается на вашем росте и на росте ваших ключевых партнеров. Потому что, возможно, на кого-то вы не срезонируете так, как срезонирует на менеджера из параллельной структуры. И ваш новичок услышит именно его. И жетончик провалится, и он начнет расти. Поэтому вам выгодно быть в команде своего директора, да? И быть ярким и активным лидером в команде своего директора. Конечно же, менеджеры гордятся компанией Арифлейн, да? Знают факты гордости. Вот. Могут утереть нос кому угодно своими знаниями, да? Почему MLM, почему Арифлейн? Вчера мы слышали вебинар. Вот. Гордятся принадлежностью к своей команде обязательно, да? Вот. И все-таки, ребят, если у вас в планах рост, хороший, стремительный, показательный рост, то Арифлейн у вас уже на одном месте с семьей лично. Как-то там должен стоять. Но не на 48-м месте. Вот. Понятно здесь. По поводу запуска новичка. Каждый менеджер уже должен самостоятельно запускать новичка. Даже уже на 6% можно этому научиться. Вот. Новичка своего, новичка своих новичков, новичка новичков своих новичков и так далее. То есть вы, как менеджер, знакомитесь со всеми. В скайпе, по телефону, где угодно. Это знакомство можно назвать второй встречей. У меня есть такой вебинар. То есть это то встреча, то общение, которое происходит сразу после регистрации. Перед тренингом «Успешный старт», как правило. Цель этой встречи какая? Поснакомиться, выявить потребности, цели, дать задание человеку по целям и сделать такую прививочку. Прививку от чего? От того, чтобы не убежал после первых трех отказов. Понятно, да? Вот. Рассказать, что они, не все сразу, Москва не сразу строилась. Что все возражения и препятствия, которые ты сейчас, с которыми ты столкнешься, со стороны близких, да, всевозможные, мы понимаем, это нормально. Мы сейчас это тоже прошли. Вот с такими словами поддержки, вот с такими словами, да, поддержки человеку гораздо проще будет стартовать. Вот поэтому, ребят, запуск новичка должен быть своевременным. Своевременным. Кто хочет поподробнее с этим познакомиться, ищите. В той листе бизнес-партнеры от 0 до 6 процентов вторая встреча новичком. Какая ссылка? Далее. Идем далее. Планерка – это одно из самых важных мероприятий молодежи. Давайте чуть подробнее о ней. Ну, ссылка здесь на слайдах, конечно, не активна. А какая ссылка вам нужна? На сайт, что ли, обучающий? Напишите, мы вам спросим в скайпе. Планерка менеджера. Есть планерка, ребят, директора. Как правило, найдите в скайпе, напишите. Планерка директора проходит на всю команду, да, с разными рубриками. У нас так она проходит. Обязательно рубрика должна быть по каждой волнующей, важной теме. Раз в неделю. Выступающих несколько, да, она такая мотивационная. Цель этой планерки, чтобы много новых активных партнеров учились выступать на вебинарах, чтобы они друг друга видели, слышали, чтобы новички знакомились с командой и так далее. Цель планерки менеджера – вырастить менеджера в своей команде. Поставить задачи перед своими ключевыми партнерами и отслеживать эти задачи. Есть четкие вопросы, на которые важно отвечать на планерки. Это совершенно разные вещи. Просто у некоторых команд проходит планерка директора раз в неделю, да, и это все. А цели и задачи мы ставим в WhatsApp голосовым сообщением индивидуально. Вот гораздо важнее начать проводить планерку для всех своих ключевых партнеров в Скайпе, да, либо в вебинарной комнате. Но для всех своих партнеров в одно время и в один час. В один час, в один день. Чтобы люди привыкли. Потому что эта активность позволяет вам стать директором. Эта активность позволяет вам научиться анализировать цифры, понимать, кто есть кто в вашей команде, ключевой или не ключевой. Слабые стороны, сильные стороны выявлять. Очень много важных танков формируется на планерке менеджера. Поэтому, ребята, у меня вопрос. Кто проводит планерку из вас? Кто из менеджеров уже проводит планерку? Настоящую. Не игрушечную. А настоящая планерка проходит по серьезным вопросам. И на этой планерке каждый ключевой партнер с вами общается. То есть у вас не монолог, вы не радио. У вас диалог с партнерами. Вот кто проводит уже, вы молодец. Вы по второй волне квалифицируетесь и на круиз поедете. А кто очень хочет на круиз, но не проводит планерку менеджера, уже с сегодняшнего дня, прямо сейчас берут ручку и записывают, когда они начнут проводить первую планерку. А если страшно, то прямо после вебинара вы звоните директору своему и узнаете, как ее проводить. То есть в помощи. По поводу коммуникации несколько слов. Да, Оля молодец. Одна написала плюсик. И Наталья Масольд молодец, уже начнила. А в комнате 103 человека. Здорово. Итак, по коммуникации. Что нужно знать? Здорово, если у менеджера имеется своя рассылка. С какой целью рассылка проходит? Напишите, пожалуйста, у кого она есть, эта рассылка. Вот у Вицы Морозова, я знаю, что есть. Целей много. Целей много. И письма тоже большое количество на разную тематику. О, рассылку много. Кто делает? Молодцы. Благодаря рассылке мы знакомимся с командой, знакомимся с новичками. Мы будем спящих. Мы предупреждаем тех, кто хочет терминироваться, да, о том, что ай-яй-яй, еще чуть-чуть, и вас не станет. Мы приглашаем на какие-то важные очень мероприятия, которые проходят в команде. Мы скидываем расписание, мы поздравляем новый уровень. Мы таким образом коммуницируем акции от компании и свои, если имеются. Мы таким образом рассылаем рейтинги. Кстати, рейтинги очень хорошие. Хороший способ повлиять на тот или иной показатель. Рассылка быть должна. И это задача менеджера. Начать рассылать свои письма. Потом на уровне директора будет гораздо проще. Что еще? Какие важные инструменты у вас должны быть в обиходе для сопровождения партнеров? Я думаю, они у всех есть. Это WhatsApp и Skype. В WhatsApp, как правило, создается группа тех партнеров, которые пришли на бизнес. Потому что потребителям не нравится быть WhatsApp, постоянно перекрыть сообщения, им это неинтересно, как правило. Если у кого-то есть группа с потребителем, маякните, что-то, чего-то мы не знаем, как-то по-особенному вы его ведете. В WhatsApp очень удобно, потому что есть возможность отправлять голосовые сообщения. Это просто супер. Знаете, потому что, допустим, мамочки в декрете не всегда могут в одно время собраться в Skype-чате. Но прослушать ваше голосовое сообщение, одна сейчас, другая через час, третья вечером, однозначно все смогут. Очень удобно. Улегчает нашу коммуникацию. По продукции есть чат, Саша говорит. И что там потребители остаются? Как вы их там коммуницируете с ними? Редко, наверное, да? Раз в неделю, не чаще. Как правило, да? Вот тем, кто в бизнес пришел, тому интересно все это читать. Обычные потребители не очень хотят. Вот, с ними как-то другой подход находить. Либо через SMS вы будете отправлять им сообщения, либо еще как-то. В Skype обязательно проверьте два важных момента, у каждого должно это быть. Должен быть Skype-чат для всей команды директора и отдельно для бизнес-партнеров. Все остальное это по желанию. Какие-то тематические чаты, продуктовые и так далее. Но вот эти два момента важно учесть. Это для всех важно. Пользуйтесь такой функцией Skype-чата, как видеосообщение. Тоже очень удобно, экономит время. Долго писать не нужно. Нажали на кнопочку, все рассказали, ваша физиономия видно. Поэтому здесь удалимые плюсы. Пользуйтесь, не стесняйтесь. Как вести свою группу? Как вести свою группу, да, если у вас командный чат группы директора? Какая информация должна дублироваться в группе ежедневно? Не стесняйтесь копировать интересные посты из продуктовых наших Skype-чатов к себе в директорстве. Потому что не все читают отдельно продуктовые, отдельно wellness, поверьте мне. Какие-то там выдержки важные. Копируйте к себе в командные чаты. Дальше. Должна информация быть в чате территории роста. Можно много чего полезного копировать, да, и нужно копировать. По рекрутированию, ваши отчеты ежедневные, да. Возможные ссылочки, где посмотреть вебинар по бизнесу, по рекрутированию, про продукт. То есть эти ссылочки, там, с записями вебинаров тоже должны быть в ваших чатах. Конечно же, про моушн-вебинары. Скидывайте своевременно. Да, и здорово, если все ключевые партнеры ваши будут приучены писать мини-отчеты, как прошел их день. Вообще классный навык. Вот знаю, Ирина Овсяникова у нас в WhatsApp-группе постоянно скитывает каждый день свой отчетик. Переученный человек, молодец. Вот. Конечно же, поздравления, да, с процентными уровнями, с днями рождениями, с получением бонусов. Обязательно, обязательно. Вам же нужно их копировать, свой журнал успеха, да, чтобы уверенность в себе выросла. И еще для коммуникации, конечно же, используя вебинарную комнату, можно там проводить планерки и подключать своих партнеров, чтобы они подглядывали, подсматривали за вами, когда вы что-то делаете важное. Да, в плане развития бизнеса, мы об этом тоже говорили. Когда команда разросла, здорово, если у вас будет назначено дежурство. Очень удобно, да, дежурство по неделям. Какая-то часть партнеров отвечает за определенную неделю. Далее, да, если вы делаете перепост, перепост желательно его делать от имени автора. Ну, как вот так, это прилично, да. Вот, не приписывайте себе те слова, которые вам не принадлежат. И по поводу активности в чате, если он свеженький, новенький, вы, конечно же, заранее договаривайтесь с ключевыми партнерами, что это ответственность каждого, активность в вашем чате. Что касаемо вебинаров, какие вебинары проводят менеджеры. Рекомендуется записаться всем менеджерам на тренировочные ВВОшки. Встреча возможности о рекламе. Потому что уже с уровня старший менеджер, у вас должна эта информация, эта презентация, быть наработана. Знаете, как очень наш. Вы должны очень грамотно и профессионально уметь донести идею бизнеса. Ваша презентация должна работать на вас. Однозначно вы уже пробудете тренинг «Успешный старт», сопровождение, планерки со своими партнерами. И выступаете по приглашению коллег и спонсоров. В нашем текущем командном проекте «Филкопуск на круиз» мы предлагаем менеджерам выступать с темами рекрутирования. И с темами «Сессия на Вэйдж», «Вэлнесс», «Личный товарооборот» с каждой темой будет тоже оскучен. Поставьте, пожалуйста, плюсики те менеджеры, кто принял решение выступать на нашем проекте. Кого пригласили выступать и кого не пригласили, но кто хочет. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Так, Ксюша поняла. Приглашаем тебя. Для вас это огромный навык, это раскрутка вашего личного бренда, это ваша известность в нашей команде. Ну и это шаг, новый шаг, да, потому что выступать перед аудиторией 120 человек, такого, наверное, вы еще не делали. Поэтому все новое вас развивает. По поводу вебинаров. Знаете, есть мнение двоякое. А зачем их посещать вживую, когда я могу посмотреть записи? Я все-таки рекомендую важные вебинары все-таки посещать вживую, потому что в записи вы не почувствуете эту энергетику. Запись совершенно другое. В записи мертвая энергия, на живых вебинарах живая энергия. Вот, и она, так скажем, да, она работает. Поэтому поговорите со спонсором, определите, какие вебинары вам необходимо посещать вживую. И то же самое, да, всегда общайтесь со своими учебными партнерами, поясняйте, какие вебинары им обязательно, да, обязательно для просмотра вживую. Встречаемся с таким неправильным, да, с такой неправильной расстановкой приоритетов, когда клиент, консультант говорит, я не могу сегодня посетить вебинар, мне надо тушь отдать клиенту. Представляете, да, ребят, просто человек не понимает, вот, как правильно расставлять приоритеты. Это ваша задача ему пояснить. Конечно, может быть, когда сильно нужны деньги, этот приоритет для него правильно расставлен, клиент же деньги отдаст за этот лучший. Вебинар он может и в записи посмотреть. Но на самом деле, если у этого человека есть стремление расти, приоритет должен быть совершенно иначе расставлен. Он должен договориться все-таки с клиентом на другое поле. А менеджер должен знать и уметь рассказывать маркетинг-план. Ребят, как нас учили спонсоры, кто не знает и умеет рассказывать маркетинг-план, тот не зарабатывает. Кто из вас умеет рассказывать маркетинг-план? Оставьте, пожалуйста, плюсики. А кто еще не научился, пишите себе в ежедневничке, срочно освоите этот навык. Хорошо. А у кого есть цели четкие на золото? Буквочку «З» нарисуйте, пожалуйста. А у кого на бриллианту, можно буквочку «Б» поставить. Спасибо вам. И английский, даже буквы есть. И русский, и английский. Хорошо. Как много золотых директоров. А в каком году, стесняюсь спросить. Теперь в год, пожалуйста, напишите. Слава Богу, 2016. Очень хорошо. Это радует. Это правильно. Проверьте, пожалуйста, чтобы ваш личный канал YouTube уже начал развиваться. Все записи, которые, ну, не все, конечно, да, все это, вот, вы меня не будете записывать, перезаливать. Важные вебинары, важные. Старайтесь потом процентов на 70-80 заливать на свои каналы и давать эти ссылочки своим партнерам. Что касаемо литературы, да, когда задаю вопросы, аж какие книги вы сейчас читаете? Бывает, получаю ответы, художественную литературу читаю, да, от менеджера, там, 12%. Кто-то читает книги, там, просто брошюрки, да, «Бизнес-трафарет». Это хорошие брошюрки, я не против, да, и художественную литературу важно читать. Ну, ребят, на самом деле формирует ваше мышление и влияет на сдвиг парадигмы совсем другая литература, более основательная по сетевому. У нас есть библиотека на нашем сайте, вот, и спонсор вам тоже подскажет, какую литературу нужно читать. Есть конкретные авторы, книги которых не устаревают, информация, вот, всегда актуальна. Поэтому, знаете, наверное, до директора лучше инвестировать свои мозги в эту информацию. Немножечко отложите все-таки художественную литературу на потом. Если вы, конечно, уйму времени свободного имеете, ну, может быть, вы там 30 минут найдете и на то, чтобы почитать художественную. Но лучше все-таки, да, дискету вставить с информацией очень серьезной, глубокой об MLM. Менеджеры имеют навык к работе с инфлистом. У инфлист это вообще потрясающая штука. Такой, вот, знаете, очень важный инструмент. Вот, и его нужно заказывать, ну, как минимум раз в неделю, ребят. Потому что, знаете, некоторые заказывают сам в конце каталога. Ой, что это наработало? Ну, сейчас я закажу. Ух ты, прикольненько. Вот, ну, надо же как-то наработать. Надо же как в команда сработала. Нифига себе. Вот, это, конечно, очень весело, да, когда предприниматель так себя ведет. Вот, ну, предприниматель опытный и правильный все-таки анализирует свой инфлист достаточно часто. Может быть, даже после каждого, два раза в неделю, да, когда у нас заказ приходит в среду и в субботу, когда мы пробиваемся, в понедельник и в четверг, да. В понедельник большие заказы проходят, как правило, в четверг. Вот, можно анализировать этот инфлист постоянно, да, и отслеживать результаты своих партнеров. И со временем у вас такая чулка выработается, вы начнете читать цифры, вам всем понравится, начнете их понимать, вы начнете по инфлисту ставить диагноз себе, своим партнерам и выписывать себе лечение. Вот, и задача менеджера, конечно же, получение всех бонусов по всем программам от компании. Турборост берем, лидерская программа сейчас с бонусами идет, берем. Вторая волна менеджерской конференции берем, и первая волна тоже берем. Круиз предлагают берем, понимаете, берем все, берем и несем. И никаких гвоздей. Чем же отличается функционал старшего менеджера и директора от вашего функционала, от менеджерского? Примерно, ребят, то же самое, только добавляется, так скажем, автономная система. То есть директор, уже, наверное, старший менеджер, если он уже созрел, у него все автономно. То есть у него своя система обучения внутри команды, у него свои вебинары, может быть, даже уже своя веб-комната, да не может быть, а так и есть. Он отслеживает планерки своих менеджеров, он проводит итоговые сам и проводит встречи по развитию бизнеса и планерки с менеджерами. Вот и все. По сути, ребята, для того, чтобы быстрее подняться на ступеньку 22%, вам уже можно попробовать начать делать все эти действия. Все то, что делает директор и не делает пока менеджер. Начните формировать все свое, да, свой канал, свою группу, свои планерки. Вот захотите делать это все автономно, без верхнего спонсора. Как только у вас вот прощелкнет, да, как только вы это почувствуете, все, директор впереди уже светится. Это вот как ты, да, ребят. Чтобы вас помотивировать, да, какие у вас еще цели могут быть, могут стоять, у нас есть в нашем филиале топовый чат, который курирует Наталья Гришаева, дает эксклюзивную информацию, очень интересные наставления и мотивацию. Для того, чтобы в него попасть, нужно войти в топ 60 филиала нашего. Топ 60 филиалов. Поэтому отслеживайте, ребят, на каком вы месте. Я могу сказать, что это золотой директор, ближе к старшему золотому директору. Лучше уж, да, наверняка старший золотой директор. Он входит в топ 60 филиалов. Поэтому скорее туда попадаете в топовый чат. Самый крутой чат, который есть в нашем филиале. Открытое звание сапфирового директора, и вы приглашены на ежегодные топовые встречи филиала, о которых я делилась как-то на нашей итоговой. Да, и многие из вас очень сильно захотели туда попасть. Там действительно потрясающе. В течение двух дней проходят такие встречи. Далее вы стремитесь в топ 15 новосибирского филиала. Уже на уровне сапфирового директора вы туда попадете. И в топ 100 России тоже. В топ 100 России сапфиры попадают, ребята. Такая красивая цель, да, топ 100 России. Чтобы вот прям семья гордилась вами, дети гордились вами. Не просто там результат на уровне вашего края или села, а уже результат России. Далее, после того, как вы попадаете в топ 100 России, вы уже стремитесь в топ 100 СНГ. Топ 100 СНГ поинтереснее, потому что эти ребята живут в эксклюзивнейших отелях, на Калатусе бриллиантовых конференциях. Совершенно другого уровня на цели. Там 5 и 6 звезд. Разница есть. Скажу я вам. Ну и в звании бриллиантовый директор вы будете где-то в топ 40-20 России, чтобы попасть в топ 15 России и влиять на политику. Компания Reflame России вам нужна звание. Ваш ли бриллиантовый директор. Ну а затем топ 100 мира, топ 15 СНГ и так далее. Кого мотивируют рейтинги? Это для вас. И еще, ребята, ответьте на вопрос. Какой вопрос правильный? Какой вопрос ставите перед собой? Когда я стану бриллиантовым директором? Или когда и кто в моей команде станет бриллиантовым директором? Как вы считаете, какой правильный? Ну, Таня, что ты сразу отвечаешь-то первая? Ну, могла бы помолчать. Тут вообще-то к менеджерам вопрос. Да, все такие умные, молодцы, собрались. Конечно же, второй. И вы знаете, когда я задаю себе второй вопрос, вы вот позадавайте, да, когда у тебя кончится выпинат, вы в тишине посидите и пообмыслите. Когда я стану бриллиантовым директором, одни у вас ощущения, одни мысли. И когда и кто в моей команде станет бриллиантовым директором, у меня появляются совершенно другие мысли. Это просто совершенно потрясающие другие мысли. И я начинаю анализировать своих партнеров, в кого я вкладываю свое время, с точки зрения, а что они сейчас делают для того, чтобы стать бриллиантовыми. У них вообще есть такие планы? И делаешь определенные выводы, да. С кем стоит развиваться, а с кем нет. Да, дальнозоркость, все правильно. Потому что основное качество директора – это самомотивация, так мы говорили, да. А основное качество топового лидера – это видение. Со временем вы тренируетесь, у вас будет видение, вы будете понимать, да, куда вы идете вообще, туда или не туда, да. Может быть, вам поменять путь. Ну и еще что важно учесть. Помните, ребят, что контакты своих новичков, и приучайте своих партнеров, да, чтобы они контакты своих новичков отправляли вам и директору. Обязательно в скайпе, обязательно во всех социальных сетях. Чем больше, да, новичок пустит в корней, чем больше знакомств у него будет, тем больше вероятность, что он останется с нами надолго. Когда у вас появляется международная ветка, регистрируйте этого человека абсолютно отдельно в первый уровень, потому что все, что пойдет после него, вы будете видеть на один каталог в Польше. Не регистрируйте их в глубину. Я прошу вас, помните о том, что на первой неделе мы размещаем все бизнес-партнеры заказы. Снимайте видео, молодцы, кто уже это делает. Фотографируйте, нещадно фотографируйте все заказы, как можно больше, снимайте много видюшек отовсюду, заказ снимите, снимите то, что у вас в ванной комнате. Чем больше видео, тем интереснее, тем вкуснее, тем больше новичков, когда хотят то же самое иметь в своей косметичке, тем более девочки, мы же как обезьянки, мы увидели косметичку, я тоже хочу, ой, какие красивые баночки стоят в ванной комнате, мне тоже надо. Вот, ребята, этого много не бывает, видюшечек много не бывает. Отзывы о том или ином средстве снимайте, пожалуйста, делайте там на свою команду онлайн мастер-класс, это все здорово работает, потому что с приходом интернета в наш бизнес, да, мы девочки, мы вот, к сожалению, да, мы оффлайн мастер-класс уже не так активно проводим, и о нашей эмоции, да, мы же не можем жить без эмоций, мы, получается, себя немножечко вот отрезали от этих эмоций, от этих ощущений, а нам всем они очень похожи, и давайте придумать, как это делать в режиме онлайн. Дальше, конечно же, скрины доходов, своих бонусов, все-все-все, что связано с деньгами, выставляйте на показ, демонстрируйте, публикуйте, не ленитесь и не жадничайте, пожалуйста, скидывайте в чаты и ватсап-группы, это тоже очень круто работает. Если в вашей команде, да, активно вы рекрутируете через холодный рынок, и вдруг у какого-то партнера появился огромный заказ, будьте на чеку, перепроверьте, возможно, произошла какая-то ошибка, и будет большая минусовка, да, вовремя это все можно решить в этот вопрос. По любому вопросу обращайтесь не только к директору, да, знаете, что есть холл-центр, это горячая линия, где вам ответят на вопросы, есть асм-помощник от компании. Вот, будьте всегда на связи со спонсором. Спонсором это вторая мама и папа. Вы-то знаете, теперь ваша задача привычить своих ключевых к этому, да, умейте договариваться, не конфликтуйте, не оставляйте весь негатив в себе, разговаривайте, да, строите конструктивные диалоги. И, конечно же, до последнего дня закрытие каталога, ребят, боритесь. Плачевно, очень плачевно смотреть на партнеров, которые три дня до закрытия каталога, она, а, все, я не выхожу. Ручки сложила и сдалась. Три дня еще можно столько всего сделать. Вот, боритесь за конференцию, боритесь за уровни свои, своих партнеров. Очень часто, да, партнеры просто по незнанию, да, им кажется, что уже нереально что-то сделать, но вы, благодаря своему энтузиазму и профессионализму, подталкиваете его к новому званию, к новому уровню, показываете, где можно еще нарыть заказов, где можно еще там порекрутировать. Он выходит на этот уровень и говорит вам спасибо, понимаете, так всегда бывает. Сначала люди сопротивляются, боятся, говорят, не, 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 я лучше в следующем каталоге. Потом выходят такие, вам благодарны. Вот, и цель у них в следующем каталоге, не 12 уже процентов, а другая цель, 15, а может быть выше. Поэтому не бойтесь людей вот подталкивать вверх, да. Наша задача, как говорит Полежаев, когда у него спросили, чем вы занимаетесь, что за работой вы занимаетесь, он сказал, моя работа – повышать людям жизненную планку. Поэтому, ребят, мы уже учимся вот в таких действиях повышать людям планку и уверенность в себе. Ну, и два слова про СПО. Будьте осторожны с незнакомыми СПО, ребят. Конечно, у нас сейчас партнеры приходят абсолютно из разных городов, из разных стран, и там мы не можем проконтролировать. Ну, и волшебное слово, да, вы называете имя спонсоров, наше, имя, имя наших спонсоров Долженко, потому что, ну, нас знают, в России нас знают, ребят. Поэтому, ну, будет вас обслуживать хорошо. Вот, никогда не отдавайте на руки деньги. Вот, ну, старайтесь быть вежливыми, вежливыми с этими людьми, вот, и будьте терпимыми. Хорошо? Если совсем не нравится там обслуживаться, переходите в другой пункт обслуживания. Если нарушают устав, сразу сообщайте директору либо в компании пишите. В Барнауле я перечислила СПО, в которых я уверена, как в своем. То есть наше СПО Барнаул Дифнейдер, уже сертифицировано, кстати, да, по VLS Live Plus, приходите, пожалуйста. Барнаул Ютина, Барнаул Чебыкина, и Барнаул Долженко Чайникова-Киженцева, это из параллельных наших организаций, наших спонсоров СПО. Вот в этих СПО я уверена, да, там с вами обойдутся достойно. Вот. Другими СПО будьте внимательны, да, не рекомендую. Вот, ребят, час тридцать сегодня мы общались, с вами очень много вопросов подняли. И спасибо вам за вашу активность, за вашу вовлеченность, спасибо за то, что вы участвовали в этом диалоге. Вот, если остались какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если нет, то пойдем сейчас обмозговывать. Я буду рада услышать в скайп-чате от вас именно мысли ваши, да. Спасибо большое за спасибо. Вот, но мне очень важны ваши мысли, хорошо? Обещаете? В территории роста напишите, пожалуйста, хотя бы по одной или две или три мысли, что вы уже сегодня будете делать по-новому. Да, из того, что вы услышали и еще пока не применяли. Я буду вам очень благодарна за обратную связь, потому что рефлексия – это наше все. Иначе в одно ухо влетит в другое вылетит. Спасибо вам огромное. Спасибо, ребят. И жду вас, конечно же, на высоких уровнях, потому что здесь я вижу, да, такие сильные, стремительные, растущие, очень умные, мудрые ребята. Вот, ребята и девчата. Вот, и вы достойны самого-самого высокого звания уже в этом году, ребята. Вот, как вы написали себе, 2016-й будет, как минимум, золота. Итак, стремитесь. А чтобы золото было точно, в голове у вас должен быть план, ну, на сапфира или бриллианта. Тогда золото будет гораздо быстрее. Такой вот маленький секретик. Все, до свидания, всего хорошего.